АПОШНЯ НАВИНЫЙ ГОМЕЛЬСКАЙ В ОБЛАСТІ У МАТЕРЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТАУ ТЕЛЕ РАДУЮ КАМПАНІЇ ГОМЕЛЬ У студии Наталья Игнатенко, вітаю вас. Старшиня Гомельского областного выканавчика комитета Владимир Дворник павеншаваў вілагонщика Зречицы Василя Кирыенку завоеваннім золотога медалю на Чемпіонаті Свету і ліцензій на удзелу Олімпіскіх Гульнях 2016 года. У тексті віншавання кераўнік регіона адзначыў «Мы ганарымся тым, што наш беларускі хлопец Зречицы став чемпіоном Свету ў Амерыканскім Рычмандзе». Лідарства сіродэліты спортсменам вілагонщыкаў не выпадковая удача, а выник вілізарной самаданной працы і метана кераваності ў дасягненні поспіху. Сардэчныя табе дзякуй за майстырства і праявленную силу духу. Перекананы, што ў далейшым ты будзеш годна працтавляць нашу краіну і Гомельскую в область на міжнародным узроўні і яшчэ не раз парадуеш нас сваімі дасягненнімі ў спорці. Асобные асловы падякіў Владимир Дворник таксама выказаў трэнерам, які падтвердзілі сваё высокая професійнае майстырства і ўменні рыхтаваць сапраудных перамошцаў. Выстава Гомеля Дукацыйны, фотосэсія ў стыле ретро і віншавальнае лотэрея. У Гомелі сёня прайшло ўрочыстае гарацкое мерапрыемства, прысвечэнная Дню настаўніка. Олег Сенсіроў пазнаёміўся з нікаторымі ў дзельніками свята. Дзень настаўніка напэвна одно з нешматликих професійных святаў, якоў ў Беларусі означаўсі ўсімі жыхарамі, ўречці ўсімі былі некалі школьникамі. Дзэта гож, а чына сістэма сярідній едукація, сапрауды одна злепшых. Што тысса конкретно Гомеля, то тут таксам ёссі, чым гонорыцца. Система образавання, она являецца одним из краегольных камней любого общества. Ну и безусловно, мы здесь не являемся исключением. Мне приятно отметить, что наша система образавання, и городская, и областная, они находятся на подъеме, об этом свидетельствует и высокое качество образования школьников, которые они показывают все последние годы, да и те успехи на республиканских, и международных олимпиадах, которые добиваются наши дети, наши гомельские дети, это тоже свидетельство моих слов. Ну а что им хочется пожелать? Конечно, хочется пожелать и нашим учителям, во-первых, сказать им слова искренней благодарности, поздравить их с этим профессиональным праздником, ну и пожелать им новых успехов. До речи, до початку Великой Айчины, профессия наставника была у основном мужчинской, але война унесла свои коррективы. Про историю середней школы на этом святе у вогулі узгадывали шмат. Починаючи от деянности так званых сталинских школ, які у свой час были узором советской эдукации, сегодня у гомеля яще заховались четыре такие школы, правда, называются и на тепер по-иншому. Да ишли до нас и некоторые предметы перед и послевоенного периода, які продемонстровали у рамках восставы гомель-эдукациины. Фотосессии у стыля ретро, чарнильная ручка, глобус и книга выдача аттестату за 54-й год. Инесса Волох, одни пятерки, Инна Абрамова по предметах у основном тройки, зато и поводины, но выдатна. Цикава, циведы сучасная молодость, як в училися их прабабули и прадядули. Сучасный гомельский наставник – человек с высоким узровнем профессийной подрактовки. 95% из них мают высшейшую эдукацию, 70% – первую и высшейшую категорию. Праца наставника – это у вуголе постоянный рух наперед. Для того, чтобы быть авторитетом у сучасной молодости, необходимо шмат ведать и шмат чего уметь, а тому инициатива только захвачивается. Работные специалисты в конечном итоге общество будет выигрывать. Поэтому я не думаю, что есть учреждение образования, которое загоняет учителей прокрустного ложа, что вот ты должен вот только то, то и так далее. То есть здесь достаточно большой простор для творчества. Возможности у всех одинаковые. Другое дело, что один пользуется с этими возможностями, а другой думает, что все будет падать с неба сам по себе. У Гомельской областной туберкулезной клинической больницы сегодня отбылась встреча прационного коллектива с представниками городского совета депутатов. Темой размовы стали выники социально-экономичного развития Гомеля за опошние пять годов. У больницы сегодня проходит лечения каля 600 пациентов. Установа мая сегодня обходная для оказания квалификаванной медицинской допомоги насельництву. Набытье сучасного обсталявания дало макчимасть значна по скорость диагностику захворвания и назначение супрац туберкулезного лечения. До речи, у лабораторах проводится каля 2,5 тысяч диагностичных доследований в месяц. Все лето завершилась реконструкция другого корпуса. Это позволило полепшить умовы працы медперсоналу, а так само повысить комфорт для пациентов, которые проходят стационарное лечение. Почас встречи с прационным коллективом вздымалися питание эдукации, доброе упорядкование, жильевого будовництва, развитие инфраструктуры новых микрорайонов областного центра и шерах инших. Вот эти встречи дают нам, как говорится, потенциал работать с гражданами, и мы знаем конкретно их насущные проблемы. И стараемся донести, как проводники от населения к власти, все вопросы наших граждан. Гомерский державный университет имя Франциска Скарыны наведал надзвучайный и полномоцный посол Республики Корея у Республицы Беларусь Ян Джунгмо. Визит дипломата проходил с одного боку межагден корейской культуры, с іншого в совязи с великой зацекавленностью корейских партнеров в науково-практичном супрацовнестве с гомерскими вучеными. Виталь Довгий с подробностями. На початку визиту сустреча с ректоратом университета. Сяру тем, яке обмерковывали обмен студентами, уже наладжанная с увязи ГДУ с партнерами с Францией, Германией и навод Японии. Контакты вынул с представниками китайских и индийских навыково-доследших установок. Спадарпасол подчас размовы выказал неподробную цикавость до усих аспектов життя университета. Я выбрал именно этот университет, потому что он является старейшим и ведущим вузом Полесского региона. У него очень высокий рейтинг среди учреждений образования. Поэтому я хотел побывать именно тут. Ян Джунгмо так само сустроился со студентами установы. На доброй русской мове он витал молодых людей, особливо означил высокий уровень эдукации, якую яны тут набывают. Спадарпасол выказал шкодование, что наши краины поделяют коля 10 тысяч километров. Их это ускладнее умоцевание сябровских сувезев на узровне громадян. Партнерство по междержавам несумненно перспективное. Мы определили целый ряд таких конкретных шагов. Это, во-первых, участие наших студентов, преподавателей в тех программах, которые реализуют посольство по обмену студентами. В общем-то, наметились у нас какие-то конкретные предложения по налаживанию конкретных, опять-таки, технических, научно-технических связей с университетами, ведущими научными центрами Кореи. За этим стоит и у тем лику затекавленность корейской корпорации LG у распроцовцы, якую отрымали навыковцы ГДУ. Говорка идея об специальном покрытии для дисплеев мобильных телефонов. Видовочно, только этим партнерство не обмяжуется на подыходе новой распроцовки. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, Телерадио, компания Гомель. Протягиваем выпуск. Сустреча профсоюзного актива в области отбылась на базе санатория Чонки. На парадку дня, питание активизации деятельностей профсоюзных комитетов по оздоровлению работников. Удельники обменялись опытом и вызначили агульные меты. Подробности в сюжете Ганны Ковалевой. Сегодня на Гомельщине две профсоюзные здравницы санаторы Приднепровские Чонки. У обедьбок уже склався свой образ у картине здравления в области. У Великой ступени он приватный для отпочивающих замяжей. Разом с тем, на сустрече профсоюзного актива была поставлена задача по максимуму притягивать сюда же хару и местового региона. Это будет выглядеть таким образом. То есть мы планируем, чтобы из тех средств, которые остаются в профсоюзном комитете, с учетом работы вместе с нанимателями, изыскивали дополнительные средства для приобретения путевок. Гости ознайомились с материально-техничной базой санатория Чонки и навод смогли на себе выпробовать некоторые процедуры. У целом здравница специализуется по пяти на прамках. Санаторий Чонки является востребованным санаторием. У нас хорошие условия проживания, питание отличное, крепкая лечебная база, культурная массовая работа проводится. И у нас сегодня самое главное успех в том, что у нас большущая повторность отдыхающих, которые проезжают уже по несколько раз. С приходом новых технологий у сферы оздоровления растут и потребования отпочивающих. Справедливо будет означать, что профсоюзные здравницы поспевают за этими изменами. Пиралик процедур постоянно расти. Разом с тем, нас устрейши поставили важную задачу – не испыняться на досягнутым и проводить эту працу постоянно. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерэду, компания «Гомель». Урачистой линейкой «Гомель» означали 25 годзе Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Сегодня это самое великое громадское объединение для детей. Украине червоно-зеленый галь, штуки носить больше запау миллиона навученцев. Катярына Сапельникова протягнет эму. На аллее герои Зусюй в области собрались 200 пионеров и октябрат. 50 за их упершиню дали гонорову клятву пионера. Натхняльные веншавани дети почули от лидеров БРПА, Белорусского детячего фонда и управления аддукацией Гомельского Абылвы Конкаму. У гонор-юбилею для пионеров провели уроки можностей и организовали экскурсии. Также совпало это со слетом, который проходит у нас один раз в три года, с отчетно-выборным, где мы подведем итоги, расскажем перспективы на будущее. Головный принцип работы организации – патрымка подчинания самих дятей. А кроме того, в ближайшие три годы плануется распрацовать одинную систему призначения кандидатур на посаду старшини. До речи в Укомеле гэтая посада засталася без кадровых изменов. Старшиней Гомельской областной пионерской организации снова брали Артема Карпенку. Кульминацией урочистых мероприемств стал святочный концерт. Когда за тобой стоят ребята и ты понимаешь, что ты не один, аж в поле воин, а что нас много, то от этого, наверное, появляется уверенность в завтрашние дни. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. У Беларуси напереды не отзначали день машинобудовника. У нашем регионе свято супало с 85 годзем завода Гомсельмаш. З нагоды дня нараджения предприемство организовало свято для усяго города. Урочистый концерт, дитячая забавляльная пляцовка, выстава сельскохосподарчей техники. Особное место в программе мероприемства отвели спортивным спаборницам, которые проходили на стадионе Гомсельмаш. Футбол, баскетбол, дартс, гировый спорт. Поспробовать свои силы в этих и инших видах могли все жадающие. А лезь роду дельника, все ж таки больше минавита машинобудовников. А кроме профессийного свято, они отзначили и особистые перемоги. Желаю здоровья, успешной работы, дальнейших творческих трудовых успехов. На благо развития нашего холдинга, на благо развития всей нашей страны. Новины региона, информацию об проектах телерадио-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok